При проектировании и строительстве зданий серьезное внимание нужно уделять энергоэффективности. Это необходимо для того, чтобы когда дом введут в эксплуатацию, он не отапливал улицы, а жильцы не переплачивали за коммунальные услуги. Возможный способ решения уже существующих проблем кажется найден. Тему продолжит Олег Федоров. На морозе особенно видно, как поток теплого воздуха выходит через окно. Четырехэтажное здание на Киевской и Иркутске буквально пышет теплом. Полтора года назад здесь провели капитальный ремонт, утеплили межпанельные швы, кровлю, фасад. Житель дома Михаил Дубицкий даже сетует на излишнее тепло в квартире, а еще на ежемесячный платеж за коммуналку – 7 тысяч рублей. Квартира теплая, честно говоря. Первый этаж, поэтому каких-то таких замечаний по теплу вот не было. Честно говоря, у меня зимой даже вот сейчас некоторые батареи отключены. Могут ли в таких случаях жильцы экономить на услугах ЖКХ? Сейчас в частности разбираются активисты партии «Новые люди». Для этого по всей стране они проверяют дома на уровень энергоэффективности, то есть насколько хорошо здание держит тепло. Исследования уже провели в 70 регионах страны. Сейчас работают в Иркутске. Дать оценку дому помогает тепловизор. Он показывает, где выходит тепло из здания и как активно. За день в столице региона обследовали 13 строений разного возраста и типа. И только в двух не было проблем. В Иркутске не самая плохая ситуация. Мы нашли все-таки здания, которые достаточно энергоэффективны. В основном это дома после капитального ремонта. Но при этом в целом можно говорить, что ситуация скорее негативная по всей стране, и в Иркутске в том числе. Тем не менее, ситуацию с энергоэффективностью домов можно улучшить. А как следствие, это должно позволить снизить кварплату на 25%. Такие параметры заложены в специальной программе, которую сейчас детально разрабатывает по инициативе лидера партии Алексея Нечаева. Комплекс мер планируют выдвигать на федеральный уровень и добиваться их реализации. Ведь если большинство зданий в стране будут качественно сохранять тепло, то деньги из семейных, да и госбюджетов не придется тратить впустую. Олег Федоров, Владимир Пинаев. Новости по будням.